Благословенный час дневного богослужения праздника Кущей Наступило благословенный час дневного богослужения праздника Кущей. Среди всего прочего, в празднике Кущей выделяются две неотъемлемые ключевые фразы. Благословение Святого Духа и плод проповедования. Их можно считать очень важной частью. Я искренне молюсь о том, чтобы через сей праздник Кущей Отец и Мать широко открыли двери Евангелия во всем мире, и чтобы поздний дождь Святого Духа был обильно дан всем церквям, всем семьям и каждому из вас. Когда мы пытаемся выполнять евангельскую работу своими силами, все кажется невозможным и трудным, и кажется, что нет пути. Дело этого благовествования должно совершаться силой Бога. Другого способа нет. Насколько медленно, трудно и неудобно было бы, если бы человек возделывал и вскапывал землю вручную. Однако, если использовать лопату или кирку, все будет намного проще. А если бы использовались экскаваторы или тяжелая техника, будет намного проще работать, не так ли? Гораздо лучше при вспашке земли использовать орудие, мотыгу или лопату, чем копать ее руками. Если подключить к этому делу экскаватор, работа будет продвигаться намного легче. Невозможно изобразить именно так, но мы сейчас выполняем дело Евангелия только вручную. Если мы возделывали землю вручную, то Бог для выполнения всего этого дела использует нечто мощнее, чем экскаватор. Почему до сих пор не происходило такого явления? Мы должны много молиться. Бог ясно сказал, что если просить, то будет дано, и если искать, то найдем, не так ли? Мы должны много стучать, усердно искать и усердно просить. В случае с силой позднего дождя Святого Духа мы также должны просить, искать и стучаться. Глядя на веру своих детей, Небесный Отец и Небесная Мать говорят, «Теперь мы можем открыть дверь, потому что они будут хорошо воспитывать детей, которые позже придут в Сион». Они набрались терпения и наполнили свои сердца Божьей любовью, тщательно готовясь заботиться о каждом члене семьи с любовью и преданностью. В это время Бог дает нам плоды. Бог от начала видит конец, не так ли? Поэтому даже если плод причинит вред этому ребенку, будет ли Бог продолжать давать ему плод? Даже если он захочет дать, он будет терпеть. Потому что мы должны быть готовы. Самое первое, что нам нужно подготовить, это наша вера в Бога. Сегодняшняя тема – веруете ли, что я могу это сделать? Братья и сестры, как мы должны отвечать, если нас спросят об этом? Что мы должны ответить, если Бог спросит, веруете ли, что я смогу выполнить миссию всемирной евангелизации? Нужно не просто говорить «Аминь», но нужно искренне верить в это. Каковы размеры планеты Земля для Бога? Он смотрит на нее, как на пылинку на весах и считает ее каплей воды в ведре. Итак, чье сердце, по слову Бога, должно быть в нас? Мы должны иметь в себе сердце Бога. По мере того, как Евангелие проповедуется в Самаре и до края Земли, число членов Церкви продолжает расти. Некоторые задаются вопросом, как можно управлять таким множеством членов? Однако кто есть у нас? У нас есть Бог, для которого Земля подобна капле воды в ведре и пылинке на весах, не так ли? Благовествовать нужно, думая о Боге, а не о том, что мы можем своими силами проповедовать весь мир или управлять им. Кто, сказано, управляет всем в мире? Всем управляет Бог. Мы постоянно забываем об этом, и у нас появляется бремя. У меня должна быть такая сила, или я должен уметь объять весь мир. Неважно, насколько возросла Церковь и что она многочисленна, как звезды на небе. Кто всем этим управляет? Когда нас спрашивают «Веруете ли, что Я могу это сделать?» Исходя из веры в это, мы должны ответить. Аминь. Сегодня через проповедь на тему «Веруете ли, что Я могу это сделать?» Сначала откроем книгу от Матфея, глава 9, стих 27. Просмотрим стих 27. Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали двое слепых и кричали «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему. И говорит им Иисус «Веруете ли, что Я могу это сделать?» Они говорят Ему «Ей, Господи!» Иисус сначала спросил их. «Это значит, не ожидайте от Меня ничего без такой веры, не так ли?» Мы приходим к Богу и каждый день возносим наши утренние и вечерние молитвы. Не должно быть так, чтобы мы, не думая о Боге, молились только потому, что на Божий праздник есть такой порядок церемонии молитвенной недели. В эту эпоху мы должны молиться так. «Боже, нам необходима Твоя сила, чтобы евангелизировать весь мир. Прошу, облеките нас во всеоружие позднего дождя Святого Духа и приведите нас к полной благодати Святого Духа. Не пытайтесь чего-то достигать лишь потому, что у вас возросли способности. Нужно верить, что пребывающий с нами Бог ведет и направляет нас на путь победы и на путь завершения дела благовествования. Так у нас в сердце всегда будет спокойствие, радость и счастье. Не так ли? Хотя путь, которым мы сейчас идем, — это крестный путь, надеясь на радость и счастье в конце сего пути, нужно верить, что когда этот момент пройдет, перед нами восстанет Вечное Царство Небесное. Поэтому нам нужно еще больше посвящать себя Евангелию. Двое слепых следовали за Иисусом и кричали, «Помилуй нас, Иисус, Сын Давидов!» Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему, и говорит им Иисус, «Веруете ли, что Я могу это сделать?» Он первым делом спросил их об этом. Когда нам задают этот вопрос, должны ли мы думать, как быть со всемирной евангелизацией? Я летал на самолете в США и в Бразилию. Они действительно невероятно огромны. Когда завершится всемирная евангелизация? Мы все должны обрести очи Бога. Только обретя взгляд Бога, для которого этот мир подобен капле воды в ведре или пылинке на весах, мы можем спасти мир, не так ли? Только тогда мы все сможем стать верными детьми Бога, которые возьмут на себя инициативу по спасению всех народов мира. Около двух тысяч лет назад Иисус спросил двух слепых, которые следовали за Ним. «Веруете ли, что Я могу это сделать?» Они говорят Ему «Ей, Господи!» То есть слепые ответили «Аминь!» Просмотрим стих 29. «Тогда Он коснулся глаз их и сказал…» Что Он сказал? Спросив «Веруете ли?» И получив ответ «Да, Господи!» Он сказал «По вере вашей да будет вам!» Стих 30. И открылись глаза их, И Иисус строго сказал им, «Смотрите, чтобы никто не узнал!» А они, выйдя, разгласили о Нем по всей земле той. Сегодня праздник Кущей. Это день, когда мы должны усердно проповедовать благую весть всем народам в Самарии и до края земли. Не беспокойтесь слишком сильно, думая, когда эта благая весть будет проповедана всем восьми миллиардам людей во всем мире. Во время благовествования иногда неожиданно возникают трудные проблемы. Каждый раз при этом мы хорошо понимаем, что это выше наших сил. Евангелие — это не хорошее руководство или эффективное управление. Мы верим, что Евангелие продвигается успешно, потому что с нами Бог и нас ведет Бог. Я верю, что Евангелие успешно продвигается, потому что оно осуществляется Богом Отцом и Богом Матерью, Который есть Дух и Невеста. Поэтому всякий раз, сталкиваясь с трудностями, мы создали принцип. Какой принцип был создан? На все, что происходит в этом мире, нужно смотреть Божьим взглядом. Какой взгляд мы должны иметь? Чтобы спасти весь мир, нужно смотреть на эти трудности как на каплю из ведра или как на пылинку на весах. В противном случае вы станете думать, даже в Южной Корее много городов, которые я еще не посетил, когда Евангелие будет проповедано. Однако в тех городах, где вы еще не были, наша церковь уже воздвигнута. Вы не ездили в те места, но кто сделал всю работу? На Аляске есть наш Сион или же нет? Кто-нибудь из вас был в Ушуае, в самом южном городе Аргентины и в самом близком Контарктиде? Конечно, есть те, кто ездил туда. Однако большинство из вас не бывало там. Наши Сионы воздвигнуты даже там, где мы не бывали. Кто их установил? Поэтому эта Евангелие достигается не нашими усилиями. Но Бог уже сделал так, чтобы оно свершилось и дал нам шанс обрести благословение. Приведу вам один пример. Отец, возвращаясь ночью домой с работы, принес своему ребенку подарочный набор с охапкой сладостей. Но когда отец попросил ребенка, «Твое печенье кажется очень вкусным. Можно мне одно попробовать?» Тот отказал, сказав, «Нет». Отец будет очень больно услышать отказ. Не так ли? Но если ребенок скажет, «Папа, это тебе. Ты так много работаешь ради нас и даже сделал мне такой большой подарок. Ты можешь взять хоть десять печенек». Что отец почувствовал бы? Он будет очень доволен. С такой точки зрения, мы должны тщательно задуматься о евангельской миссии нашего Бога. Для Бога земля как капля из ведра. Для Бога она ничто. Но если считать ее огромной, это значит, что взгляд Бога отличается от нашего. В этом случае наша вера не может быть единой с Богом. Сейчас мы идем по пути, который Бог открыл и проложил для нас. Разве изначально был путь через Черное море? Разве в море бывает дорога? Не бывает. Однако Бог заранее подготовил путь, чтобы через него освободить израильтян и потопить египетскую армию. Не так ли? Это было сделано не Моисеем и не израильтянами. Они не черпали ведрами воду из Черного моря, прокладывая себе путь. Поэтому никогда нельзя забывать, что у нас есть всемогущий Бог Отец и всемогущая Бог Мать. Когда мы проповедуем Евангелие, они спрашивают нас, веруете ли, что мы можем это сделать? Все говорят «Аминь». Однако явно есть такие, кто в душе говорит «Аминь», веря на 10%. Кто-то, веря на 20%, кто-то, веря на 50%, а кто-то отвечает «Аминь» с верой на 100%. Сегодня, в этот час, мы познаем, что когда Бог говорит «По вере вашей да будет вам», чудо свершится, если у нас будет вера на 100%. Не так ли? Когда Иисус спросил «Веруете ли, что Я могу это сделать?», слепые ответили «Да, Господи, мы абсолютно веруем». И когда Иисус сказал «По вере вашей да будет вам», их глаза мгновенно открылись. Это было поистине удивительное событие, которое с научной точки зрения невозможно. Когда это свершилось, слепые обрадовались, потому что к ним вернулся потерянный свет. Несмотря на то, что Иисус сказал «Никому не говорите, что Я сделал это», они, выйдя, не могли не разглашать от радости. Они ходили, говоря людям «Выйдите и посмотрите на Меня». «Я так долго был слеп». Однако Иисус из Назарета одним словом открыл мне глаза. Так широко распространилась весть об Иисусе, верно? Дело, которое Бог хочет свершить, отличается от человеческих мыслей. Отличен Его путь, способ и история. Поэтому, когда отец и мать говорят нам «Проповедуйте», нам нужно всего лишь усердно проповедовать. Все планы разработаны Богом, и именно Бог их осуществляет. Нам просто нужно быть рядом с отцом, ведущим строительство. Если Он скажет «Пойдите, принесите гвозди», тогда наше дело всего лишь выполнить это поручение. Мы не можем представить, как дом был спроектирован, как он должен быть устроен, или какой вес он может выдержать. Кто все это делает? Бог заботится обо всех трудных и сложных частях и просит нас о маленькой услуге. «Принесите мне немного гвоздей». Вместо слов «Отец, мне трудно, я не могу». Мы должны уметь сказать «Отец и мать, если вы попросите, я принесу не только гвозди, но и молоток. Только скажите». Такой верой мы должны обладать, не так ли? Когда Иисус впервые спросил, «Веруете ли, что я могу это сделать?» Двое слепых ответили, «Да, Господи». Как мы должны отвечать, если Он спросит нас сегодня, «Веруете ли, что я могу спасти мир?» Давайте ответим. Аминь. Просмотрим слово из книги от Матфея, глава 28, стих 18. Глава 28, стих 18. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы». Нет страны или человека, которому не относится фраза «все народы». То есть она включает в себя весь мир. «Научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. Исе, Я с вами во все дни до скончания века». Аминь. Когда мы проповедуем Евангелие, могут быть как положительные результаты, так и отрицательные результаты. Нужно просто, возвращаясь с проповедования, возблагодарить Бога за этот день. Не нужно впадать в уныние, думая, «Кто-то принес десять плодов, а Я не одного». Поскольку Бог сказал «Просто идите и горячо проповедуйте», мы следуем учениям Отца и Матери, усердно проповедуя и уча во время и не во время, слушают нас или не слушают. Библия говорит нам, что их дело — принимать или отвергать. Мы должны уметь смотреть на это, как на каплю воды, и считать пылинкой на весах. Если слишком много думать об этом, мы всегда будем угнетенными и не сможем ничего сделать. Поэтому нужно обладать Божьими глазами. Библия учит нас, думайте, как Христос. Поэтому мы должны иметь Дух Христа. Более того, у нас должны быть глаза, как у Христа, и мысли, как у Христа. В 28 главе книги от Матфея Иисус сказал, «Я с вами во все дни до скончания века» и повелел нам быть Его свидетелями и проповедовать благую весть всем народам. Это значит, что Бог Сам будет заниматься строительством и проектированием дома. Этот праздник Кущий пометует строительство Скини. «Братья и сестры, кто разработал проект Скини? Разве это сделал Моисей? Моисей никогда не смог бы спроектировать подобного. Разве это сделали израильтяне? Или это сделали Агалиаф и Веселил? Никто из них этого не делал. Все ее формы определил Бог. Бог заранее проинструктировал израильтян о материалах, не так ли? Что Бог повелел им делать, когда они выходили из Египта? Он повелел им попросить у египтян дары и принести их. В то время они не понимали, почему Бог повелел им принести эти дары. Но в итоге, все, что они взяли у египтян, было использовано для строительства Скинии. Не так ли? С такой верой мы должны продвигаться, понимая великое Божье провидение. Нельзя вместо этого, полагаясь на свои способности, действовать, считая себя красноречивым, также нельзя впадать в уныние, думая, «Я не умею красиво говорить». Было ли Богу угодно, когда Моисей сказал, что он не красноречив? Кто ведет сие дело спасения? Это делает Бог, верно? Бог сказал, «Я избрал тебя». То есть это значит, «Я избрал тебя, не зная, что красноречив ты или нет». А Аарон, который был красноречивым, был поставлен рядом с Моисеем. Выполняя Божье дело, нам нечего бояться, когда с нами всегда Бог. Бог все планирует, совершает, а также дает нам мудрость и силу, чтобы мы все могли, не так ли? Поэтому сказано, «Все могу в укрепляющем Меня Иисусе Христе». Написано, «Все могу». Во Христе все возможно. Это относится и ко мне, и ко всем вам. Помню, когда меня впервые попросили выступить с речью в ООН, я сначала задался вопросом, «Как это сделать?» Но тогда я подумал, «Для Бога это лишь капля. Поэтому мне нужно скорректировать свой взгляд». Как только я так решил, все стало незначительным. Бог открыл путь, чтобы все прошло гладко. Вот почему я твердо осознал, что все могущественное и удивительное происходящее перед нами в глазах Бога ничтожно. Я также более четко уразумел, что если двигаться вперед с верой, все может казаться незначительными, как пылинка на весах. Просмотрим Божье Слово в книге от Марка, глава 9. От Марка, глава 9, стих 23. Иисус сказал ему, «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Все возможно верующему. «Говорите перед всем миром. Мы верим в Бога Отца Ансанг Хонга и в Небесную Мать Новый Иерусалим. Мы призываем вас тоже верить в Отца Ансанг Хонга и Небесную Мать и присоединиться к нам в спасении. Свидетельствуйте об этом с уверенностью. Некоторые могут думать, что так Евангелие не сможет завершиться, но это возможно». Бог просит нас проповедовать, сотворив во Вселенной все системы так, чтобы все могло исполняться. Если, например, дети, не веруя, скажут, «Папа сказал, что пароль 1, 2, 3, 4, но кажется, это не так». Пароль — это сложная комбинация, поэтому посторонним нелегко его узнать. Пароль 1, 2, 3, 4 могут угадать даже ученики начальной школы. Разве это может быть паролем? Пароль не может быть таким. Если бы они не попытались открыть дверь, она навсегда осталась бы закрытой. Не поступайте по своим мыслям, но делайте все только по слову Бога. Поэтому что Иисус сказал в 9 главе книги от Марка? Иисус сказал ему, «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Иначе говоря, я уже дал вам все необходимые способности, но ваше неверие блокирует эту силу и мешает ей действовать должным образом». Братья и сестры, я надеюсь, что во время этого благословенного осеннего праздника мы сможем полностью явить славу Бога. Иисус сказал ему, «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Разве наша миссия здесь не в том, чтобы проповедовать Евангелие в Самаре и до края земли? Мы должны в совершенстве проповедовать Евангелие в каждом городе и стране, где мы живем, чтобы исполнить Божье пророчество. Не так ли? На пяти океанах и на шести континентах воздвигнуто много сионов. Не так ли? По всему миру воздвигнуты сионы. В таком случае, в остальных регионах, если каждая церковь, проповедуя Евангелие, воздвигнет одну церковь или разветвится, Бог поможет во всем остальном. До сегодняшнего дня не было эпохи, в которой Бог не помогал бы в Евангелии. Мы должны верить в это и действовать. Тем более Бог обязательно поможет нам в эту эпоху праздника Кущей. Кто свершает это Евангелие? Эту миссию благовествования ведет Бог. Думать, что это невозможно, можно считать очень ошибочной верой. Бог, несомненно, способен сделать это. Я желаю вам и мне обрести глаза как у Бога и еще усерднее стремиться спасти весь мир. Для этого мы должны постоянно просить у Бога силы. Вот почему Он сказал «Просите, ищите и стучите». Давайте вместе рассмотрим учение из книги от Матфея, глава 7, стих 7. Именно эти слова Иисус сказал 2000 лет назад. Иисус Сам сказал эти слова. «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него». Здесь мы видим слова Иисуса. «Неужели Отец ваш Небесный не даст блага просящим?» Это значит, что Он непременно даст нам их, не так ли? Сегодня праздник кущей, праздник обретения Святого Духа. Это также время усердно приносить плоды. Чтобы приносить плоды, нам нужна сила Бога. Давайте, подобно апостолам, которые в день Пятидесятницы получили ранний дождь Святого Духа, станем плодоносным осенним деревом, и Божьей силой будем приводить в объятия Бога в день по три тысячи, пять тысяч и больше человек. Я желаю всем нам приносить великую радость Отцу и Матери прекрасными и добрыми плодами. На этом я завершаю проповедь. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok